МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии Полина Малюкова и в начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оскар Мамин проверил ход строительства новых дорог в Карагандинской области. Он поручил усилий, темпы дорожно-строительных работ. При этом глава правительства подчеркнул важность обеспечения качества создаваемой транспортной инфраструктуры. Вести непримиримую борьбу с незаконными денежными поборами в школах и детских садах. К такому решению пришли участники специального областного родительского собрания, которое организовал фериал партии Нур-Отан. Аномально жаркий октябрь стал причиной степных пожаров в Центральном Казахстане. Только за последние 7 дней произошло более 300 возгораний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем году будет обеспечен проезд на всем протяжении автодороги Караганда-Алматы. Премьер-министр Аскар Мамин проинспектировал ремонтные работы на участке Караганда-Балхаш. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область. Глава правительства ознакомился с ходом строительства дорог республиканского значения. Он акцентировал внимание на исполнение программы Нур-Лыжол, инициированной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и проверил ход реализации поручения главы государства Касымжумар Татукаева. Премьер-министру доложили о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов. Это реконструкция автодорог Караганда-Балхаш, Караганда-Тимиртау, северной и восточной обходы Караганды. Автодорога Караганда-Балхаш после модернизации станет четырехполосным автобаном. Работы на этом участке производятся в рамках масштабного проекта реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг». Строительство идет по плану. Здесь задействовано более 2300 человек, 1200 единиц техники. Производственные базы размещены в нескольких местах. По данному проекту Аскар Мамин поручил в следующем году обеспечить проезд по четырем полосам с полным завершением благоустройства участка к 2021 году. До конца нынешнего года будут сданы дороги Караганда-Балхаш. До Тимиртау и северный и восточный обход. Проезд по новой объездной дороге уже открыт. Идут работы по ее обустройству с установкой дорожных знаков. Завершается строительство транспортных развязок. Реализация этого проекта позволит разгрузить областной центр от транспортного потока. Сегодня через Караганду ежедневно проходит до 22 тысяч машин. И это отражается на состоянии городских дорог и экологии. Премьер-министр также поручил усилить темпы строительства участка Балхаш-Бурыл-Байтал. Реализация инфраструктурных проектов создает дополнительные возможности для развития экономики Карагандинской области. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Как никогда актуален вопрос воспитания нетерпимости, коррупции у молодежи. С этой целью Карагандинский областной филиал партии «Нур-Отан» провел специальное родительское собрание. На повестке дня актуальные вопросы сферы образования. В том числе незаконные поборы в школах и детских садах. Среднее образование начинается со школьной парты. Вместе с этим должно начинаться и антикоррупционное воспитание. Родители и ученики должны знать, что благотворительная помощь школе допускается исключительно на добровольной основе. В городе до сих пор известны случаи сбора средств классным руководителям на погашение кредита за ремонт класса. После получения таких сигналов наши сотрудники незамедлительно выезжают в эти школы, проводят профилактическую беседу с директорами, учителями. Но не всегда такие меры бывают достаточными для устранения подобных фактов. К примеру, родители ученика одной из школ, к которой я уже обратилась, после посещения сотрудников нашего департамента этой школы, что после этого ее исключили с WhatsApp-чата родителей, вызвали в школу для беседы на малый педсовет. Родители не упустили возможности задать интересующие вопросы и внести предложения. Так их беспокоит, что зачастую преподаватели отказываются принимать от учеников даже недорогой букет цветов. Боятся обвинения в коррупции. Денис Шакенов уверяет, такой презент вполне допустим. Главное – повод. Главное, чтобы это, в моем понимании, например, цветов, даже если мы сейчас отойдем от этих рамок, чтобы это не было связано с какой-то там, я не знаю, процессией, чтобы это не было связано, что у него в этот день ссор, например, он его не может сдать, грубо говоря. А тут пришел там папа или мама и подарил 21 розу. Беспокоят родителей школьников и другие вопросы из самых разных областей образования. Гульсунко Жахметова отмечает, что отдел образования всегда открыт диалогу. У нас запущен формат специальный колл-центр Карагандинской области, который работает, в принципе, при управлении образованием, и куда подключены все, могут подключаться и родители. И мы все вопросы, которые волнуют наших родителей, они могут через управление образованием в колл-центр отправлять, мы стараемся сразу же отвечать на эти вопросы. Кроме того, в этот же день в здании партии «Нур-Отан» для жителей города Караганды организована акция «Народный юрист». Граждане на бесплатной основе получили юридическую консультацию квалифицированных юристов и сотрудников Акимата города Караганды. Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Знойное лето осталось позади, но не сезон пожаров. Напротив, количество выездов на тушение дачных массивов и частного сектора только увеличивается. Департамент чрезвычайных ситуаций Карагандинской области напоминает – сухая погода – повод лишний раз позаботиться о технике безопасности. Осень – время уборки урожая, отжига сухостоя и мусора, что особенно опасно в сухую и ветреную погоду. Только за последнюю неделю зафиксировано более 300 случаев возгораний. Основной причиной называют климатические условия. В среднем месте температурный фон за пожароопасный период у нас составляет 32 градуса. В прошлом году этот фон был 21 градус. Ну и по количеству осадков то же самое. В этом году средние осадки не превышали 10 мм, когда в прошлом году было 32 мм. В связи с чем увеличились пожары, ну и, соответственно, плачья. Лето 2019 запомнилось масштабными лесными пожарами в Каркаролинском национальном парке. Потушить его удалось только на четвертый день. Сейчас основной урон терпят дачные участки. Зачастую виноваты сами люди. Оставляют открытый огонь, что легко распространяется по ветру. Бесхозные домики нередко становятся пристанищем бомжей. Возгорания зафиксированы в Абайском районе, дачное общество «Мичуринец» и в городе Тимиртау, дачное общество «Алма». Только вчера мы тушили пожар в дачном обществе «Луч и мир» на площади 7 гектаров. Огнем было охвачено порядка 17 домиков. Из них 10 бесхозных, 7 с хозяинами. К счастью, конечно, жертв пострадавших нет. За весь пожароопасный период в Карагандинской области зарегистрировано 567 возгораний. 5 человек погибло от угарного газа. По сравнению с прошлым годом число пострадавших сократилось на 25%. Департамент чрезвычайных ситуаций на постоянной основе проводит профилактические мероприятия и призывает горожан предельно внимательно относиться к соблюдению правил техники безопасности. Полина Малюкова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский Одной из самых актуальных тем для горожан остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Отопительный сезон, реконструкция ветких домов и необоснованно высокие цены на свет. Эти и другие вопросы обсудили на брифинге в региональной службе коммуникаций. Перед началом отопительного сезона 43,6 миллиона тенге выделено из бюджета на ремонт энергоисточников. На особом контроле находится темиртауская ТЭЦ-2. Здесь по поручению Ельбасы строят новый котел. После его установки тепловая мощность увеличится на 80 гигакалорий. Генерация энергии на 60 мегаватт. На сегодня проводятся работы по восстановлению главного корпуса для нового котла. Конкурс по определению подрядной организации на подготовительные работы объявлен. С ноября текущего года начнется изготовление котельного оборудования на Подольском машиностроительном заводе в Российской Федерации. Конкурс на установку и монтаж котла планируется объявить на следующей неделе. Большая часть ветких домов расположены в Жескозгане и Сатпаеве. Их жители могут подать заявку на участие в программе модернизация и получить полный ремонт жилплощади. Часть заброшенных строений в Каражале уже не подлежат восстановлению и в скором времени будут демонтированы. Около ста домов пустуют в Саране. Там вопрос затянулся из-за того, что были собственники, с которыми приходилось Акимату города Сарань вести судебные процессы по передаче этих пустующих жилища в коммунальной собственности. В связи с этим эта работа была проведена. Я хочу сказать, что они разработали проект в прошлом году и начали с этого года со своего бюджета средства выделили. И в двух домах провели конкурсные процедуры и потихоньку начинают восстанавливать это жилье пустующее. Уделили внимание также жалобам жителей на слишком высокие тарифы на свет, несмотря на ввод новых солнечных станций. Улантай-Усенов объясняет, что они не могут функционировать в полную мощь по ночам и в пасмурные дни, поэтому их энергия всего лишь дополняет общую сеть. В будущем такие зеленые установки наверняка проявят свою рентабельность. Полина Малюкова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Молодежные ресурсные центры Карагандинской области страдают от большой текучести кадров. В среднем специалисты работают по 2-3 года. Эти данные были озвучены на семинаре, посвященном совершенствованию эффективности реализации государственной молодежной политики. Особенности работы с самозанятой и безработной молодежью, самореализация, программы по лидерству – обо всем об этом и о многом другом расскажут сертифицированные тренеры. В качестве слушателей приглашены специалисты молодежных ресурсных центров городов и районов Карагандинской области. И сегодня все молодежные ресурсные центры, которые работают с молодежью, они, я думаю, для себя подчеркнут определенные знания, опыт. И надеюсь, что на этом семинаре-тренинге вы обменяетесь своим опытом работы. И в конце нам бы хотелось, чтобы те проблемные вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в своих регионах и сталкиваетесь в процессе своей работы, вы их обобщите. Подобные семинары-тренинги проводятся с большой регулярностью. И здесь организаторы озвучили одну из главных проблем в реализации государственной молодежной политики. Это большая текучесть кадров. Мы все знаем, что есть один из главных проблем кадровой политики нашей работы в молодежной политике. Это текучесть наших кадров. Это немножечко, да, то есть нехватка опыта, нехватка жизненно важных навыков, да, профессиональных навыков. Поэтому именно такие семинары, встречи, может быть, какие-то дружеские дискуссии даже в рамках семинара, они помогают больше раскрываться, обмениваться опытом, тем опытом, который на местах, возможно, даже можно еще и не получит человек в ближайшие два года. Особое внимание на семинаре уделят работе с безработной молодежью. Отмечается, что в регионе увеличивается количество молодых людей, принадлежащих к так называемой группе НИД. Не учатся, не работают, перебиваются случайными заработками. Рассмотреть все-таки глубже проблему молодежной безработицы и увеличение категории НИД молодежи. Она у нас сегодня в регионе очень актуальна. Думаю, что если мы будем делать работу и работать сообща, как говорит глава региона Женец Махмудович, у нас, думаю, что эта работа получится, и мы сможем все-таки выровнять ситуацию. Семинар-тренинг продлится два дня. По итогам обучения слушателям будут выданы сертификаты. Андрей Тедаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ну а это были все новости на сегодня. Увидимся в эфире телеканала Первый Карагандинский. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова